поддержка экономики мировыми центральными банками да то есть вот сейчас на графике таком непростом я сейчас не буду его полностью целиком комментировать да то есть в данном случае приведено меры поддержки экономики мировыми цб и правительствами да то есть что осуществлялось 196 экономиков экономик отслеживают международный валютный фонд здесь приведена некая такая таблица да то есть какие государства какие меры применять есть всего четыре основных типа поддержки до которые осуществляются в ситуации стимулирования экономики в свете пандемии во первых это денежно-кредитная политика соответственно снижение процентной ставки если процентные ставки находятся или на высоком уровне вообще в принципе да то есть поддержка экономики осуществляется снижением процентной ставки учетной ставки потому что когда вы снижаете процентную ставку это приводит тому что стоимость денег уменьшается когда уменьшается стоимость денег то это стимулирует экономическую активность за счет снижения стоимости заимствования кредит становится просто доступно он становится доступным и для предприятий он становится более доступны и для физических лиц соответственно это стимулирует потребление потому что кредит скажем так становится более доступным и дешевым поддержка ликвидности центрального банка, то есть обеспечивает проблемные рынки дополнительной ликвидностью, часто в форме суд. Что это значит? Центральный банк начинает предоставлять ликвидность банкам по сделкам РИПО, так называемым, то есть у банков есть активы на балансе, это могут быть облигации, это могут быть субординированные облигации, субординированные долги, это могут быть акции какие-то, да, то есть и соответственно центральным банкам в ситуации, когда экономика замедляется, люди начинают потреблять, забирать деньги из банков, может предоставить под залог этих активов по операциям обратного РИПО деньги, да, то есть банки передают центральному банку свои активы, банк в обмен соответственно кредитует, да, то есть на короткий промежуток времени, обычно там от одного дня до 45 дней предоставляется операция РИПО, то есть первым стимулом, то есть до объявления о том, то есть допустим, если брать Федеральную резервную систему США, программа выкупа активов, она началась с небольшим запозданием, но моментальным просто, моментальной реакцией Федрезерва на предоставление ликвидности, это была операция РИПО по предоставлению ликвидности, то есть буквально там каждый день в самом начале пандемии, когда рынки начали валиться, можно посмотреть на ФРБ Нью-Йорка, публикуют информацию по объему предоставленным сделок РИПО, то есть можно видеть, что просто каждый день вливали по 200 миллиардов, по операциям РИПО, именно поддержка ликвидности со стороны Центрального банка. Третий элемент денежно-кредитной политики, которая идет в поддержку экономики, это своп-линия Центрального банка, то есть когда заключается соглашение между ФРС и Иностранным Центральным банком об увеличении предоставления ликвидности в долларах США. Чтобы было понятно, что это такое, то есть своп-линия Центрального банка, это когда, не самый, наверное, будет лучший пример, потому что Центральному банку своп-линия не предоставляется российскому, но в принципе, да, там на примере развивающихся экономик, ну вот смотрите, российский рубль, да, то есть что произошло? Индекс доллара начал расти, расти ко всем мировым валютам, соответственно, возникает в моменте очень сильный спрос на доллары, в моменте, то есть всем нужен доллар, и все распродают активы, да, и национальную валюту перекладываются в доллары. Доллары продавать никто не хочет, потому что он всем нужен, а все хотят доллары купить. И, соответственно, это приводит к скачку курса значительному, и в этом случае получается, если у банков недостаточно валюты, у центральных банков недостаточно валюты, чтобы проводить валютные интервенции, чтобы как раз-таки предлагать необходимое количество валюты рынку, то это приводит к сжатию долларовой ликвидности, и доллар начинает в национальной валюты уличать в небеса, да, то есть, и это очень опасно, это приводит к разгону в том числе инфляционных рисков, и поэтому заключается так называемый своп-линия. То есть Федрезерв начинает центральным банком, всем центральным банкам по соглашениям, по своп-линям предоставлять краткосрочную долларовую ликвидность, чтобы как раз-таки ее удовлетворить, чтобы вот эту вот проблем с ликвидностью, потому что в принципе кризис, ребят, вы должны понимать, что кризис, он не то, что в головах, да, в чем заключается проблема кризиса, по сути, кризис это всегда отсутствие ликвидности, и падение цен на активы происходит тогда, когда отсутствует ликвидность. Что такое отсутствие ликвидности? Это когда вы просто элементарно были вполне уверены, что у вас лежат деньги на депозите в банке, и вы в любой момент можете ими воспользоваться. Но когда начинает возникать проблема с долларовой ликвидностью, банк вам говорит, слушай, дорогой, я признаю, я не отрицаю, у тебя там есть 50 тысяч долларов на счете, но я тебе сейчас 50 тысяч долларов отдать не могу, я тебе сейчас могу отдать только 1000 долларов в неделю, ну потому что вот такая вот экономическая ситуация, потому что у банка у самого долларов нет, да, и у него как бы обязательства есть, но при этом отдать он вам не может. И в принципе вот если это носит некий такой массовый характер, если уж вообще упростить историю, да, то есть любой кризис, любое падение, когда активы начинают падать по 30, 40, 50, 70 процентов в цене, это кризис ликвидности. Это когда нет денег. Поэтому это нужно понимать. Поэтому вот получается, что в том числе в рамках мер стимулирования денежно-кредитной политики центральные банки, международные центральные банки, европейские центральные банки, китайские банки, народный банк Китая, банки Японии, соответственно, Федрезерв в совплении с центральными банками заключались за тем, чтобы предоставить долларовую ликвидность. Тема покупки активов центрального банка, да, то есть всем уже, кто за мной давно наблюдает, давно слушает, это, соответственно, по сути, вот печатные станки. Программа КУЕ, количественного смягчения, это когда банк печатает, создает, если, допустим, это может возникнуть вопрос, да, чем поддержка ликвидности центральных банков отличается от схемы покупки активов центрального банка. Поддержки ликвидности в этом случае у банков есть активы, эти активы на короткий промежуток времени от 1 до 45 дней передаются центральному банку и, соответственно, банк берет свои финансовые ресурсы для того, чтобы прокредитовать коммерческий банк. Из-за того, что промежуток времени очень короткий, получается необходимости создания новой валюты, новых денег, то есть эмиссии денежной массы не возникает, потому что это короткий промежуток времени. То есть всплеск, шок. То есть ликвидности нет, ты бац и, в принципе, быстро предоставил, вернули ничего страшного, попользовались. Но когда у тебя получается это начинает носить длительный характер, когда ты понимаешь, что люди не просто там в моменте захотели забрать денег, а у тебя просто падает экономика. у тебя начинается банкротство, люди отказываются платить по кредитам, у тебя начинаются просрочки идти, какие-то компании начинаются банкротиться, у тебя полностью кредитный портфель. Я сейчас говорю про взаимодействие центрального банка и коммерческих банков. И поэтому получается, что банк, ему нужны деньги не на 45 дней, ему нужны под залог своих активов деньги на год, на два, на пять, на десять. Вообще может быть даже бессрочно, и в этом случае такого объема ликвидности даже нет у центрального банка и он обязан, то есть он вынужден печатать денежные средства. То есть то, что сделал впервые, исторически было сделано в 2007-2008 годах, сейчас это носит такой повсеместный характер. Три триллиона долларов только Федрезервом, Центральным банком Соединенных Штатов Америки было напечатано таким образом по программе схемы покупки активов Центрального банка. Итак, первая, соответственно, первые меры – это меры денежно-кредитной политики, которые, соответственно, применяются. В чем заключается суть денежно-кредитной политики? Предоставить ликвидность банкам за счет низких процентных ставок, за счет краткосрочного кредитования коммерческих банков, за счет долгосрочного кредитования посредством покупки активов на баланс Центрального банка. Ну и своп-линии, то есть если нужна долларова непосредственно ликвидность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова